Сегодня мы хотели бы рассказать вам об одном добром и чутком мальчике. Его зовут Максим Ибрагимов. Впервые мы встретились с ним на арт-терапии театра танца Бродвей Жанны Дмитриевой. Мы захотели познакомиться с ним поближе и узнать, как проводят дни этот мальчик. Максиму Ибрагимову 13 лет. У него врожденный диагноз – детский церебральный паралич. Но, несмотря на это, мальчик ведет активный образ жизни, посещает не только танцы, но и другие развивающие занятия. В Центр социального обслуживания Максим ходит уже три года. Он активно занимается трудотерапией, очень любит рисовать. Все его работы наполнены очень яркими красками. Черные краски он совсем не использует в своих работах. На наших глазах мальчик выполнил картину из пластилина, символом приближающегося года петуха. Максим, у тебя очень много красивых работ, ты очень творческий мальчик. Кстати, вот эту кошку Максим сделал на один из конкурсов и занял призовое место. Так это? Да? Молодец, молодец. И действительно, в Центре социального обслуживания у Максима появился лучший друг – Дима. Вместе они рисуют, лепят и танцуют под веселые мелодии. Вперед наклончик. Хорошо. Назад наклончик. Давай-давай-давай-давай. Молодец. Поднимайся. Снова вперед наклончик. Назад. Когда-то Максим не мог совершить наклон назад. С недавнего времени у него это получается. Верховая езда на ложь и важный момент реабилитации детей с ДЦП. Ипотерапия сегодня считается наиболее перспективным методом лечения, в результате которого дети в буквальном смысле встают на ноги. Максим занимается ипотерапией второй год и делает в этом явные успехи. Я думаю, что Максиму самому очень нравится, поскольку все занятия, все упражнения на занятиях выполняет на позитиве. Это Максимка. Во время верховой езды активируются практически все группы мышц. Ребенок рефлекторно старается сохранить равновесие на спине лошади. И при этом в работу включаются не только здоровые, но и пораженные мышцы. Оказывается, лошадка в движении делает более 100 двигательных импульсов в минуту. На что в человеческом организме происходит ответная реакция. Происходит естественный массаж рук, ног и позвоночника. К выбору лошади для таких ребят, как Максим, подходят очень тщательно. Таврия в прямом смысле помогает детишкам встать на ноги вот уже 9 лет и своих 11. Именно наша историческая достопримечательность республики – это лошадь вятской породы. И мы вот все 17 лет используем этих лошадей. И очень им довольны. Ну и, конечно, у нас работают кобылы. То есть кобылы, может, тоже я отмечаю, и вот все наши инструктора, что они более убережно, более утонченно относятся к нашим всадникам, в отличие от жребцов. Чтобы поддержать достигнутый результат, заниматься Максиму нужно постоянно. В планах инструкторов ближе к весне начать готовить способного мальчика по специальной программе «Олимпиад» с включением занятий спортивных элементов. Но содержание животных и аренда манежа – дело затратное, поэтому занятия платные. Действительно, у Максимки большие успехи на занятиях и по терапии. И мне бы хотелось, конечно, не два раза в неделю ходить, а три. И надеюсь, что, может быть, нам спонсоры помогут и помогут оплатить вот этот курс три раза в неделю. И Максимка будет еще больше заниматься, еще больших успехов достигнет. Давайте вместе поможем Максиму Ибрагимову обрести здоровое и счастливое завтра. Чтобы помочь ребенку чаще заниматься верховой ездой, вы можете отправить смс-сообщение на номер 7715 с текстом «Дело». Затем через пробел написать сумму, которую вы готовы перечислить. Более подробную информацию о фонде «Подари завтра», проекте и ближайших мероприятиях вы можете получить на сайте www.podarezavtra.ru, а также на сайте ctc.ru. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok